Спасибо, что дали мне возможность задать вам вопрос, губернатор Десантес. Есть экстренные новости. Президент Дональд Трамп сказал, что получил письмо, в котором говорится, что он является объектом расследования попыток отменить выборы 2020 года. Считаете ли вы, что Трамп несет какую-то либо ответственность за то, что произошло 6 января? Сам я не слышал этой новости, но мне, конечно же, мои помощники об этом рассказали. И вот в чем дело. Уголовные обвинения в нашей стране почему-то стали предъявлять не совершавшим никакого криминала людям. Я имею в виду, процесс предъявления криминальных обвинений стал частью политической борьбы. Я думаю, что мы видели, что вся страна является попыткой криминализировать политику и попытаться криминализировать разные политические взгляды. Но я знаю, что мы смотрим сегодня на институты, к сожалению, так же, как наше собственное ФБР и Министерство юстиции, и видим очевидную политизацию этих институтов. Мы видели, как они использовались демократами в качестве оружия против американцев. Активисты движения «За жизнь», например, могут столкнуться с командой спецназа. Между тем, Хантер Байден, он бы сидел в тюрьме, если бы он не был демократом и не имел такого папу, как у него. Мы все это знаем. Так что я думаю, было бы разочарование видеть то, как все это используется сейчас. Поэтому я не хотел бы комментировать это, но я могу пообещать, что, будучи президентом, положить конец этому политическому вооружению демократической партии, я бы выполнил эту работу. Мы это прекрасно все сделаем.